По Москве бегают лоси. В пятницу жители Новогиреевы заметили, как лоси бегал по дворам жилых домов, а потом отправился купаться в кошачьем пруду. Еще одного лоси сбил у фура на Мкаде. Все чаще на столичных улицах можно увидеть и других диких животных, с чем это связано и что делать. Лоси покинули остров. В Москве в пятницу жители Новогиреева заметили, как лось бегал по дворам жилых домов, а потом отправился купаться в кошачьем пруду. Еще одного лося, а может быть и того же, что купался, сбило фура на МКАДе. Все чаще на столичных улицах можно увидеть и других диких животных. Почему об этом Иван Медведев? Новогиреево. Обычный двор. Многоэтажки. И вдруг лось. По словам очевидцев, сначала животное гуляло по Зеленому проспекту, а потом решило искупаться в кошачьем пруду, распугав местных уток. 6 мая лось прогуливался по району Зюзина и заглядывал в окна первых этажей к удивлению местных жителей. В мытищах недавно стая кабанов гоняла собак по детским площадкам. А еще на улицах столичного региона все чаще можно увидеть ежей, лис и прочую дикую живность. Почему? С одной стороны, кажется, что уже даже фауне стало интересно посмотреть, как похорошела Москва. С другой, у желания зверей выйти в люди, есть и научное объяснение, говорит магистр экологии и природопользования Александр Кукса. В их естественной среде обитания, может, закончился корм или наблюдается острый дефицит корма. Я предполагаю, что в связи с заморозками на майские праздники, как раз, может быть, какие-то там, не знаю, травы особенные не выросли, либо, в принципе, выросло меньше зелени, чем должно быть в это время. И, соответственно, дикие животные поэтому приходят в городскую черту в поисках еды. С учетом плотности населения у нас в московском регионе, например, получается, что куда бы животное не пошло из своей естественной зоны обитания, оно так или иначе выйдет к человеческому жилью. Вторая причина – это брачный период. Во время брачного периода ареал обитания расширяется, чтобы найти себе партнера, и, соответственно, опять же, начинает пересекаться с местом обитания людей. И третья, не очень приятная причина – это различные заболевания, в том числе, например, бешенство. Ежи и лисы являются достаточно активными именно бешенством и теряют страх людей. Диких животных лучше избегать, где бы они не встретились человеку. В пятницу такая встреча трагично закончилась для животного. На внешней стороне нулевого километра МКАД и на шоссе энтузиастов было затруднено движение. Все из-за травмированного лося на проезжей части. Его сбила фура. Позднее от полученных травм лось скончался. И это тоже происходит далеко не впервые. Прошлым летом Сахатова сбили на Новосходницком шоссе. Затем в него же врезалась еще одна машина. А на МКАД один автомобиль сбил сразу трех лосей. В момент столкновения они перебегали дорогу. По умолчанию в таком ДТП виноват водитель, как человек, управляющий средством повышенной опасности. Но в каждом случае нужно разбираться отдельно, говорит автоюрист Сергей Смирнов. Может быть, например, проведена специальная экспертиза, автотехническая, трассологическая, и будет, например, дан ответ на вопрос, была ли техническая возможность у водителя избежать этого наезда или не было. Если такой возможности не было, то, соответственно, есть вероятность и не отвечать за последствия данного ДТП. А какие последствия? Так уж получилось, что у нас в законодательстве животные приравнены, по большому счету, к вещам. И есть даже специальная градация, где указана стоимость в том случае, если было сбито животное, соответственно, оно, например, погибло. И тогда речь идет о возмещении ущерба. Но вот здесь только нужно выяснить, в чем виде не находится этот участок, где это животное проживало. Своеобразный прайс-лист периодически публикует Минприроды. Согласно этому документу, от греха подальше не стоит ездить там, где на дорогу может выйти снежный баран и тем более гибрид зубра с бизоном или с домашним скотом. Потенциально это минус 100 тысяч или 180 тысяч рублей, соответственно. Сбитый лось, сибирский горный козел или овцебык обойдутся водителю в 80 тысяч. Благородный олень на 10 тысяч дешевле. 60 тысяч придется отдать за сбитого пятнистого оленя, лань или сайгака. Столько же в этом прайс-листе стоит медведь. Барсук 12 тысяч. Сурки, бобры, куницы по 6. Волк, лиса и енот-полоскун по 200 рублей. Дороже даже голубь 600 рублей. Хорьки и белки по 500, а крот или хомяк 100.